Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. У нас вторая половина июня, средняя полоса России. И сегодня мы с вами поговорим о том, чем и как обработать розы, как защитить их от болезней и вредителей. Сейчас, летом, во второй половине июня. Перед вами одна из моих клумб. Здесь растут розы разные, флорибунды. Там на заднем плане плетистые. Они вот-вот готовятся зацвести. И бутончики уже, видите, потихоньку лопаются. В общем, скоро будет такое массовое и обильное цветение. Но я вам тогда уже отдельно сниму ролик. Погуляем с вами вместе по саду. Покажу сорта, какие цветут, какие мне больше нравятся, какие меньше. В общем, это все потом. Сейчас давайте вам покажу препараты, которыми я буду обрабатывать розы сегодня вечером. А еще не могу вам не показать один сорт клематиса, который меня вчера просто шокировал. Мы ездили вчера за новыми саженцами. Привезли разные сорта. Поэтому, кто спрашивал, заходите, выбирайте. И вот этот сорт, хошина фламенко, я его когда увидела, я просто была в восторге. И посмотрите, какие огромные цветы. Вот моя рука, и он больше моей руки, ну вот не знаю во сколько раз. Шикарный сорт, шикарные цветы, цвет малиновый, просто волшебный. И они еще ароматные. Единственное, что этот клематис второй группы обрезки. Поэтому не знаю, как он у меня будет зимовать. Но посмотрим. Я вот сегодня ходила с ним, смотрела, где его посадить. Ну, решила вот здесь, на этом месте, немножко урезать газон. Здесь с розочками его посадить, если что, чтобы удобно было укрывать этот сорт. Весной у нас был. Поэтому, кто успел купить, поздравляю вас. Посмотрите, какая красота вырастет. Ну, а кто не успел, теперь только до следующего сезона. В этом сезоне у нас выступлений больше не будет. Только вот это последнее. Поэтому, кто хотел, выбирайте, что есть. Что касается обработки роз. Ну, смотрите, здесь я, как обычно, все подготовила, все подобрала. Вообще, в этом сезоне очень такие агрессивные вредители. Многие жалуются на тлю, что тля прям свирепствует. И вот люди только успевают опрыскивать. Вроде бы обрабатывают, но день, два, пять, и все, она опять появляется. У меня тоже такая картина. Я умудряюсь в перерывах между вот этими баковыми смесями обрабатывать также розы отдельно от насекомых. Потому что, ну, это просто какой-то ужас. Очень жарко, очень сухо. И они, видимо, летят туда, где повкуснее, где посочнее. Это просто кошмар. Также трипсы в этом году на розах появились. Но о трипсах я уже отдельно вам ролик сниму. Потому что это такая целая тема. В общем, защищаем розы от вредителей, как можем. Что касается баковой смеси. Какие препараты я буду применять? Ну, во-первых, фунгицид топаз. У нас очень сухо. Осадков нету. И в такие моменты, когда сухо, без осадков, жарко, может начать развиваться мучнистая роса. Поэтому препарат топаз очень рекомендую. Также, помимо мучнистой росы, он поможет нам защитить розы от ржавчины, от серой гнили. Что тоже очень важно, особенно для тех, у кого эти болезни проскакивали. Защитите свои розы заранее, пока признаков заболеваний нет. А что касается насекомых. От насекомых я взяла вот такой препарат Вафаноннова. Он имеет такой большой спектр действия. Тут, видите, все вредители прописаны. Тут и клещи, и тли, и трипсы. В общем, все, что можно представить на наших несчастных розочках. Со всеми этими вредителями этот препарат борется. Для подкормки я, как обычно, взяла вот такое удобрение. Фертика для росы пионов. Я вам его неоднократно показывала и в прошлом году. И в этом мне оно нравится. Удобно применять. Удобно использовать. Хороший состав. Азота поменьше, фосфор, калия побольше. И тут еще много разных других микроэлементов. Видите, и бор, и медь, железо, марганецинк. Чтобы не было хлорозов. Чтобы листики были хорошие, сочные, жирненькие. Поэтому смотрите. Если нету фертики для такой некорневой подкормки, можно использовать какое-нибудь другое удобрение. Опять же, смотрите, чтобы его можно было применять по листу. Чтобы, не дай бог, не сжечь листики на своих розочках. И также внимательно читайте концентрацию. Лучше не превышать, потому что, опять же, можно сжечь. И, как обычно, я добавлю циркон. Когда жарко, когда сухо. Да в целом, в течение всего лета, я его использую в баковой смеси. Чтобы розочки были более устойчивые к непогоде, к жаре, к засухе. Чтобы они хорошо росли и радовали. Потому что у нас в средней полосе погода, она, сами знаете, какая. И без стимуляторов, к сожалению, не обойтись. Что касается пропорций. Сколько чего на сколько. Топаза я возьму 4 миллилитра на 10 литров воды. Фуфанон, нова, две вот этих пачечки. Это получается 13 миллилитров на 10 литров воды. Фертику я использую одну столовую ложку. Я, знаете, беру такую немножко с горочкой. И циркона, вот одну такую ампулку. Также хочу вам сказать. Если вдруг у вас нет топаза. В принципе, сейчас можно использовать любой фунгицид на основе дифиноконазола. И вот в качестве примера хочу вам показать вот такой наборчик. Обратите внимание, есть сразу готовые такие наборы для баковой смеси. Здесь уже препарат и от болезней, и от вредителей. Называется двойная защита сада. А может по-другому. Роза эффект супер, тоже хороший коктейль. И вот здесь фунгицид чистоцвет. Видите, на основе дифиноконазола. И биотлин. Можно не брать, допустим, вот эти вот препараты. Топаз и пуфанон. А взять один такой наборчик. Смешать, добавить удобрения. Добавить циркон и опрыскать розы. Также на основе дифиноконазола. Это препараты скор, дискор, райок. Опять же, роза эффект супер. Поэтому смотрите, что у вас есть. Либо вот это, либо вот это. Ну, удобрения, циркон тоже обязательно добавляем. Также хочу сказать, не используйте для обработки один и тот же препарат. Один и тот же фунгицид, либо инсектицид. Иначе у насекомых, у болезней может выработаться привыкание. И препараты просто будут бесполезны. Они не будут работать. Тот же самый дифиноконазол. Его можно использовать только 2-3 раза за все лето. И желательно делать интервал. То есть, допустим, опрыскали сначала им. Потом поменяли действующее вещество. Потом опять им опрыскали. И так до 3-х раз. Ну, а завершить свой ролик я хочу на этой прекрасной розочке. Посмотрите, роза акварель тоже у меня только-только начинает распускаться. Какая шикарная, какая красивая. Я сегодня утром даже вышла. Увидела, думаю, красота. Сейчас все бутоны распустятся. И будет просто, ну, не передать словами. У меня на сегодня все. Защищайте свои розочки. Опрыскивайте. Всем желаю хорошей погоды и пышного цветения. Всем пока и до встречи. Продолжение следует...